Продолжение следует... Продолжение следует... Мы можем исследовать вопрос о том, что в явлении представляет собой наша активность, то, что представляет собой следы нашей априорности, если можно так выразиться. То есть, что представляет собой формуны. Для того, чтобы вычленить эти формы, для того, чтобы их увидеть в самом опыте, нам необходимо обладать неким критерием, который бы указывал на то, на самом деле, что в опыте является нашей активностью, что в опыте является нашими формами. Продолжение следует... Не может быть обосновано опытом, да. Что в опыте и существует только просто смежность или последовательность. И это последовательно индуктивно, но в лучшем случае является некоторой рода привычкой, как говорит сам Ю. Так вот, откуда берется вот эта вот необходимость? И Кант ставит в качестве предположения, которое потом обосновывает, что если мы в опыте обнаруживаем нечто необходимое и всеобщее, то это указывает нам на его априорность, на его априорное происхождение. Здесь есть некоторого рода проблема, которую Кант не обсуждает, но тем не менее он имеет в виду. Когда Ю указывает на то, что необходимость суждений, допустим, суждений, связанных с причинно-следственной связью, не может быть из опыта, то он имеет в виду, что опыт может обосновать только нечто индуктивным способом, да. И никогда не может иметь... Никогда не может достигнуть состояния необходимости, которые требуются для науки. Ну, например, необходимость такого высказывания, что всякое действие имеет свою причину. То есть мы это высказывание никаким образом не можем обосновать, исходя из опыта. То Кант принимает эту позицию и, как я говорил, переходит на... Ну, как бы логически расширяет эту позицию, говоря о том, что раз это так, то, значит, а тем не менее знания у нас существуют, и мы имеем пред собой успехи математики и естествознания, то, значит, необходимость, она получена другим путем, да, она имеет априорное происхождение. И теперь основой на этом можно было бы говорить о том, что если мы что-то обнаружим в опыте в качестве необходимого, то это является критерием априорности. Ну, Кант здесь добавляет всеобщность. И это важное замещание, поскольку Юм ведет и речь о суждениях. И поэтому, когда говорят о суждениях, то прежде всего имеют в виду необходимость этих суждений. Собственно, проблематичность у Юма возникала необходимость с суждений. Кант несколько переформулирует сам вопрос, и он считает, что речь нужно вести не только о суждениях, как бы расширяет задачу, да, а речь нужно вести также и о понятиях. То есть, не только о суждениях, а любые формы, которые мы встречаем в опыте, должны подвергнуться исследованию со стороны необходимости и то, что называется всеобщность. Поэтому и добавлено всеобщность, да, потому что Кант говорит о том, как я показывал, да, что в самом, в самом опыте, в самых явлениях есть вот эти следы, следы нашей априорности. То есть, они присутствуют в самом опыте. Вот я так символически рисую следы этой априорности. Потому что наша активность, как я говорил, она участвует в формировании самого опыта. И поэтому Кант говорит, что надо расширить изначальную постановку опыта, и говорить о том, что в опыте представляет собой нашу априорность. А сюда подходит суждение, когда мы говорим о поприорности, когда мы говорим о наших внутренних формах, о созерцании. То есть, суждение вместе с Юмой, созерцание и понятие. Иначе говоря, Кант переформулирует задачу Юма и расширяет ее в максимальной степени, да. И тем не менее, оставляет критерии тем же самым. Ну, добавляя понятия в всеобществе, да. Потому что, если речь идет просто о созерцаниях и понятиях, там уже не может речь идти о необходимости, там речь идет уже о всеобщности, да. У меня получается, что если мы в опыте обнаружим некую необходимость и всеобщность, то это и есть критерий, критерий априорности, который может выступать либо как суждение, либо как созерцание, либо как понятие. Вот в этом переходе, в этом расширительном толковании позиций Юма есть своего рода проблематичность. В чем состоит проблематичность? Дело в том, что когда Юм утверждает, давайте еще раз как бы немножко вернемся на шаг назад, да. Когда Юм утверждает, что вот мы возьмем наше суждение, когда Юм утверждает, что каждое понятие, оно абстрагировано, да, из опыта, из опыта, да, каждая из него априорно из опыта, то он уже не может говорить о том, что вот их связь, да, вот это та связь, которая высказывается в неком суждении, что эта связь, она априорна, да, потому что, если каждое понятие из опыта, то и о связи он должен говорить, что и связь из опыта. Ну, это логично. А раз связь из опыта, то она не может приобрести свою необходимость. Вот, собственно, и проблематика, на которую указывают Юм. Теперь обратная ситуация. К этой проблематике подходит Кант. Теперь Кант, опять же, не может просто сказать, на самом деле, что может быть понять из опыта, но связь, она из некоторого внутреннего источника, она априорна. Он, опять же, не может так затверждать. для того, чтобы утверждать о том, что связь априорна для того, чтобы утверждать, что вот эта необходимость она присуща нам, исходя из некоторого внутреннего содержания, исходя из некоторого внутреннего из некоторых внутренних форм ему нужно, чтобы и каждое понятие оно было точно так же априорно то есть для того, чтобы решить проблему Канта проблему Юма, ему надо было сделать так, чтобы в данном конкретном высказывании и А, и А априорно и Б априорна. И только тогда можно утверждать, что и связь априорна. Иначе говоря, когда Кант переформулирует проблему Юма для того, чтобы ее решить, и переформулирует он ее в теоремах априорности, он вынужден, на самом деле, говорить об априорности понятий. Для того, чтобы утверждать, что и сама связь понятий в суждениях, то есть, связь, допустим, причинно-следственной связи, она тоже является априорной. И поэтому просто вот этот переход, он не является, как можно подумать, таким произвольным расширением, произвольной трактовкой самой проблемы Юма. На самом деле, это вот расширение и перенос априорности не только на суждение, но и на понятие, и созерцание, он является необходимым условием для того, чтобы вообще говорить об априорности. Но этим расширением самой постановки вопроса, я как сказал, необходимым расширением, на самом деле Кант как бы теряет свой критерий, теряет критерий необходимости и всеобщимости. В этом состоит, собственно, как бы главная проблема философствования Канта, поскольку теперь уже невозможно доказать сам критерий, откуда он взялся. Ну, действительно, давайте для того, чтобы это пояснить, почему, как бы, таким расширением, необходимым, еще раз говорю, расширением вопроса, почему, как бы, вот сам критерий, как бы, повисает, да? Почему сам критерий становится чем-то необоснованным, как бы, чем-то произвольным, что внутри философства Канта уже никак не может быть обоснованным. Давайте для того, чтобы это пояснить, просто обратимся к созерцанию, просто на примере созерцания это будет наиболее очевидно. Я сейчас... Вот у нас исходная задача, да? Наша исходная, трансцендентальная задача, состоящая в том, чтобы усмотреть в самом опыте, а в опыте у нас даны явления, усмотреть в нем опыт. Я ее рисую, как сферу опыта, да? Чтобы усмотреть в нем некоторые следы нашей активности, да? Вот усмотреть в нем нашу активность, нашу... То, что Канта называет оприорностью. Если мы сейчас стоим на... Мы сейчас обсуждаем созерцание. Созерцание и мышление можно рассматривать отдельно, поскольку опыт созерцания самостоятельный по отношению к опыту, общему опыту, тому, что, собственно, опыт там называет Канта, а именно синтез, рассудка и созерцание. И вообще, поскольку две способности, способность чувствования и способность мышления, они у Канта разведены, да? Они представляют собой разными. Так вот, в опыте созерцания необходимо для того, чтобы обнаружить в самом опыте нашу активность, необходимо в самом опыте, да, вот усмотреть, в каких-то элементах этого опыта усмотреть нашу активность. Как мы сказали, критерием этой активности для Канта выступает всеобщая необходимость. Иначе говоря, если он в опыте обнаруживает нечто как всеобщая необходимость, значит, это относится не к порядку самого мира, а к порядку нашей активности. И тем самым мы как бы усмотрели в самом опыте опрелность. Вот в этом и состоит, собственно, трансцендентальная задача. Это трансцендентальная задача усмотреть в самом опыте, который и есть то, что нам дано, как бы усмотреть нашу активность. В связи с саней, он усматривает две таких активности, да, это пространство и время. Пространство и время. Он утверждает, что вот пространство и время, они априорны. Иначе говоря, получается, что в явлении пространственность, которая составляет часть опыта, и временность, которую мы ощущаем в самом опыте, все это есть не что иное, как то, что имеет своим происхождением субъективность. Не то, что, как бы, имеет своим происхождением то, что приходит со стороны вещей в себе. Как я вот указывал, опыт изначально нечто синтетическое, мы участвуем в его становлении. Мы участвуем в его формировании. Мы даем этому опыту форму, да, со стороны вещей в себе. Приходит нечто, что, собственно, подвергается этому оформлению. И то, что оформлено, оно представляет собой, собственно, опыт, да, и в этом опыте. Мы видим некого рода явление, и в явлениях мы можем вот нашу активность зарегистрировать, опираясь вот на критерии априорности как это, это всеобщенность за необходимость. Ну, когда говорится о пространственном время, именно всеобщенности выступают здесь таким критерием, пространственное время выступают как некие всеобщности, и поэтому они согласны к антуаприорному. Но здесь возникает парадокс, да, вот, некоторого рода круг в обосновании. Ведь изначально наш критерий всеобщенности и необходимости, он получен, исходя из проблемы юма. А в проблеме юма в проблеме юма речь шла о суждениях, да, и речь шла о проблематичестве, каким способом мы можем добиться необходимости суждения. Мы, опираясь на опыт этого, добиться не можем. И, собственно, в этом состояла проблема. Канн, когда переформулирует эту проблему в смысле всеобщенности и необходимости не только суждений, но и понятий и созерцаний, он настолько широко расширил сферу всеобщенности и необходимости, что он, на самом деле, не может теперь утверждать, что всеобщенности и необходимости не принадлежат опыту. Ведь, когда Юм говорит о том, что необходимость суждения не принадлежит опыту, он имеет в виду, что опыт не может обосновать по диктичности необходимость суждения. Да, вот того, что, допустим, всякое действие имеет причину, невозможно обосновать опытным путем. и для нас, как бы, в этом есть некоторая рода очевидность. А когда Кант утверждает о том, что всеобщенности и необходимости не принадлежат опыту, то что он имеет в виду? Если он, если вот здесь мы в опыте усматриваем всеобщенность, значит, в опыте есть всеобщесть. Если мы усматриваем, иначе говоря, в терминах Канта, пространство и время в опыте, значит, в самом опыте, как он есть, есть всеобщесть. На каком основании мы утверждаем, что эта всеобщенность Она является нашей активностью. На основании критерия, что всеобщественная необходимость, если что-то является всеобщим необходимым, она не из опыта. А откуда взят критерий? Критерий-то откуда взят? Ведь критерий сам должен быть обоснован, чтобы его можно было бы применять. Получается так, что критерий взят из рассуждения, связанного с постановкой вопроса Юма. Но потом этот критерий доведен до абсурда, тем самым, что этот критерий просто расширен и вылез за рамки своей применимости, тем самым всеобщее необходимое стало не из опыта. Но раз так, то мы на самом деле потеряли применимость этого критерия. И мы не можем его применять, поскольку мы не можем его обосновать. То есть прежде чем на самом деле применять критерий, мы должны его обосновать. Но обосновать критерий означает на самом деле снять саму постановку вопроса. Если у нас нет критерий, то мы не можем в опыте увидеть, в чем состоит наша оприорность. Для того, чтобы увидеть нашу оприорность, мы должны знать критерий, как вычислить нашу оприорность из общей непрерывности опыта. То есть есть некая общая целость опыта. Мы должны из него каким-то критерием вычислить нашу активность. У Канта этот критерий есть, но он взят из вне. Он же должен этот критерий обосновать. Он ссылается на Юма. Но на Юму он ссылаться не может, потому что он сам критерий свой расширил. Получается, сначала он должен обосновать свой критерий, а потом уже применять его. Но он критерий свой не обосновывает, он сразу его применяет. И в применении получает результат, который противоречит самому критерию. Ведь критерий говорит о том, что в опыте нет всеобщности и необходимости, а в опыте она есть. То есть в опыте есть пространство и время, которое является всеобщим, согласно Канту. И тем самым это противоречит исходному критерию. То есть критерий говорит о том, что в опыте не может быть всеобщности. А опыт показывает, что в опыте есть всеобщность. То есть вот эта изначальная коллизия, которая возникает в предфилософствовании Канта, она на самом деле есть та проблема, с которой должна была бы справиться философия Канта, если она хотела бы остаться последователем. Давайте еще раз, чтобы пояснить. Вот у нас есть некое... Просто я еще продемонстрирую это еще раз для того, чтобы... Потому что здесь есть некая такая тонкость, которую нужно увидеть. Вот у нас еще раз есть наш опыт. Безотносительно теперь юма, допустим, мы ничего не знаем о йоме. Но мы ставим вопрос о нашей активности. Где-то в опыте есть наша активность. Как ее увидеть? Вот мы смотрим на наш опыт и думаем, хотим вычислить нашу активность. Потому что мы действительно в постижении мира, в нашем познании мы активны. Мы участвуем в формировании самого опыта. То есть какие-то наши формы, по нашему предположению, вступают в опыт и формируют его. И опыт является нечто синтетическим. С одной стороны, то, что приходит со стороны объектов самих по себе или вещей самих по себе. С другой стороны, то, что приходит со стороны нашего субъекта. То есть со стороны объектов что нечто приходит, а со стороны субъекта нечто приходит. И вот опыт есть нечто синтетическое. И мы ставим задачу трансцендентального ущеленения и обнаружения в этом опыте нашей активности Вот, собственно, как бы изначальная постановка вопроса, простая постановка вопроса философиканта Мы должны теперь обнаружить критерий, да, как в опыте, который дан, который перед нами разворачивается Как вот в нем увидеть, что представляет собой нашу активность У нас должен быть критерий этой активности Откуда нам его взять? Вот где мы его возьмем? Мы должны, на самом деле, предварительно, перед тем, как подходить к этому опыту, где-то обнаружить этот критерий Где мы его можем обнаружить? Мы не можем, на самом деле, опираться на то, что кто-то там говорит, что критерий может уступать, допустим, необходимости в всеобществе Мы на него опираться не можем, потому что мы же должны обосновать применимость этого критерия Нельзя же, на самом деле, как бы просто поверить на слово, что этот критерий есть тот самый критерий, который нам нужен И, применив его, мы получим нужный результат Критерий должен быть обоснован Кант считает, что этот критерий обоснован Потому что он якобы опирается на предварительное рассуждение Юма Но у Юма-то другой подход У Юма же критерий касается только суждений Только связи, причинно-следственные связи в опыте То есть он говорит о том, что именно связь Не улавливается необходимость этой связи в опыте Каждое понятие абстрагируется в опыте В этом проблем, говорит, Юм никаких нет Ну а связь-то между понятиями, которые обеспечивают представление о причинно-следственной связи Откуда она берется? Откуда берется необходимость этой связи? Она не может быть из опыта взятой Это проблема Юма Ну каким образом это проблема Юма? Проблема необходимости суждений в опыте Как ее можно перенести на проблематику Канта? Потому что ведь мы в опыте Например, в опыте, когда мы переходим прежде всего на опыта социального Для того, чтобы это было более понятно А мы в опыте созерцания Ведь видим некоторого рода аспекты самого опыта Мы же видим несуждение Мы не можем на самом деле критерии, связанные с суждением Применить к аспектам самого опыта К созерцанию К объектам К понятиям Мы не можем применить этот критерий Мы не можем говорить о том, что всеобщность понятия Или всеобщность созерцания гарантирует нам Что они являются нашей активностью Мы не можем такой критерий использовать Потому что мы же должны ее обосновать, почему это так Вот в этом и состоит проблематика То есть получается, что у Канта на самом деле критерий нет Или по крайней мере этот критерий не обоснован Это расширение критерия, которое требуется для того, чтобы поставить Трансцендентальную задачу, философию Оно на самом деле выбрасывает этот критерий за пределы, которые За такие пределы, за которыми он уже перестает работать То есть когда у Юма этот критерий работал Когда Юм говорит о том, что необходимость она не из опыта То она не из опыта Имеется в виду, что необходимость суждения она не из опыта То у Канта этот критерий уже не работает Мы не можем в основании этого критерия утверждать также о созерцаниях и понятиях Конечно же, этот критерий у Канта сохранен для суждений Но ведь когда речь идет об опыте Первоначальной постановки, допустим, постановки опыта созерцания Там нет никаких суждений Вот это первая проблема, с которой сталкивается Кант И ее на самом деле невозможно решить Да, фактически как бы Кант просто берет на веру И считает, что всеобщественная необходимость Она безотносительно, бездоказательно является критерием субъективности И он на самом деле, опираясь на него, как бы усматривает всеобщие формы пространства и время в опыте И поскольку они всеобщие, то тем самым как бы они априорны Иначе говоря, получается, что согласно Канту Пространство и время не доказано, что пространство и время являются априорной формой Не доказано просто в силу того, что сам критерий не доказан То есть у него есть критерий априорности Он не доказан Он используется, чтобы доказать, что пространство и время априорны Но для того, чтобы этот доказательство состоялось Сначала нужен сам критерий Сам критерий должен быть доказан, а критерий не доказан Поэтому его рассуждение по отношению к пространству и время повисает в воздухе. Но это, конечно, здесь надо понимать, что это не умаляет само построение. Ведь Кант пытается быть доказательным, но ведь совершенно неважно, обосновывает он, что пространство и время приорно или нет. Он просто утверждает, что пространство и время приорно, и все. То есть, изначально, будем считать, можно сказать так, что Кант принял в качестве аксиомы, что по всеобщности необходимость является критерием приорности, и на основе этого критерия, который является просто аксиомой для Канта, поскольку она не обоснована, поэтому она аксиома, он усматривает в опыте пространство и время. И пространство и время является, с точки зрения этой аксиомы, априорным. Это первое рассуждение, оно связано с опытным созерцанием. Теперь, когда Кант переходит к рассудку, возникает новая проблема. Вот опять исходная наша ситуация. Все, что нам дано, это нам дан опыт. В опыте есть явление, есть априорность. И этой априорностью, по крайней мере, согласно Канту, является пространство и время. То есть, он указывает, что пространство и время являются некими априорными формами чувства, и они в опыте существуют. Но Канн говорит, что опыт представляет собой, он не завершается только созерцанием. Опыт на самом деле есть нечто более цельное. На самом деле опыт формируется благодаря двум способностям. Способностям созерцания и способностям мышления. И вот в мышлении, то, что касается мышления, это априорность связана с понятиями. А здесь возникает определенного рода трудность. Дело в том, что согласно Канту, а ведь Кант наследует позиции эмпиристов, существуют, во-первых, эмпирические понятия. Ну, то есть, те, которые апостериорные. Что значит эмпирические понятия? Это понятия, которые имеют свое происхождение из опыта. И второе понятие априорное. То есть, не из опыта. И, в принципе, казалось бы, в этом различении нет никакой проблемы. Ну, в качестве эмпирического понятия сам Кант во введении критики чистого разума упоминает понятие тела. И он вообще говорит, у него критерием апостериорности является, в частности, что он говорит, что если в экспликации понятия есть нечто от ощущений, то оно апостериорно. То есть, иначе говоря, можно было бы сказать так, что ощущение и наличие связи с ощущениями является для Канта критерием апостериорности. То есть, у нас есть критерий априорности, он связан с всеобщностью необходимости, и критерий апостериорности, наличие ощущений. Мы как бы к этому позиции потом перейдем по поводу того, что представляют свои формы чувства. То есть, сначала мы исследуем вопрос, связанный с понятием. Но здесь возникает странная проблема. Она связана с тем, что Кант утверждает, что невозможно интеллектуальное созерцание. То есть, всякое созерцание только чувственно. Что такое созерцание? Теперь мы пытаемся исследовать этот вопрос, исходя из того, как различается созерцание мышления. Он говорит, что созерцание – это способ восприимчивости. То есть, иначе говоря, в созерцании мы пассивны. Пассивны в том смысле, что на самом деле предмет нам в созерцании дается. А в мышлении – мышление. Мы активны. В мышлении есть вообще спонтанинность. Ну что значит спонтанинность? Это значит, надо воспринимать как противопоставление восприимчивости. Восприимчивость – это когда на мне что-то дано, и я вот с тем, что дано, соотношусь. А в спонтанинность – это когда я сам себе предмет даю. То есть, когда я сам являюсь свободным. То есть, это как бы вот свободная некая способность. Свободная способность. И она активна. И когда Кант утверждает, на самом деле, что созерцание только чувственное, и что не может быть интеллектуального созерцания, то есть, что значит интеллектуальное созерцание? Что такое интеллектуальное созерцание? Ну это значит, такое созерцание, когда… Ну что такое, потому что здесь на самом деле надо говорить о рассудок. Рассудок – это когда нечто дается рассудку, когда рассудок является вот таким же восприимчивым, когда созерцающий рассудок, иначе говоря. Речь идет о созерцающем рассудке. Ну в общем, здесь проблема. Это на самом деле вот это различие созерцающего рассудка и чувственное созерцание, оно на самом деле проходит по линии различения феноменов, ну, другого различения, и науминов у Канта. То есть, нам бы были даны наумины, если бы мы обладали такой способностью, способностью интеллектуального созерцания или созерцающим рассудком. Как раз, например, таким науминам представляются бы вещи сами по себе, да, то есть, если бы у нас было бы интеллектуальное созерцание, то мы могли бы их постигать, да. Но у нас такого интеллектуального созерцания человеку недоступно, все созерцания, они только чувственные. А рассудок представляет собой спонтанинность. Вот, исходя из такого деления, исходя из того, что рассудок не может созерцать, у Канта возникают вот известные его утверждения о том, что... А что вот понятия, они пусты без созерцания. Вот это вот очень важное... важное наблюдение, да, как бы для философиканта это существенная вещь, а на ней основано все рассуждение, связанное с разумом. Да, когда Кант переходит к трансцендентальной диалектике и обосновывает то, что разум в своем применении достигает только трансцендентальной иллюзии, как раз это связано с тем, что понятия пусты. Понятия. А без созерцаний... Пусты. Ну, это вот пустота понятий. То есть понятие без созерцания не обладает никаким содержанием. То есть оно черпает свое содержание только из созерцаний. То есть для того, чтобы состоялся опыт... Ну и созерцания тоже без понятия слепы, да, то есть для того, чтобы состоялся опыт, необходимо две составляющие объединить в некое одно единое, в некое... то, что называется, собственно, опытом. То есть необходимо понять... Непоходимо это объекты созерцания подвести под понятие, только в таком вот завершающем этапе может состояться то, что называется опытом. То, что понятие пусты, оно как раз и связано у Кантом с этим утверждением, что невозможно интеллектуальное созерцание. На самом деле невозможность интеллектуального созерцания должна была бы по идее означать, что все понятия являются априорными. Действительно, вот смотрите, если бы интеллектуальное созерцание было возможным, тогда получалось бы так. Что такое интеллектуальное созерцание? Это усмотрение... Интеллектуальное созерцание. Это усмотрение понятия прямо в самом опыте. Причем не такое, при котором мы сначала понятие спроектировали в опыт, как наша активность, а потом уже его постигаем. Как вот я рассказывал, что у нас есть два действия. Субик совершает два действия. Сначала со стороны своей активности он формирует опыт, а потом он его постигает. Не так получилось, что понятие является нашей активностью в опыте, и мы сначала его спроектировали, чтобы потом постигнуть. А если бы у нас было интеллектуальное созерцание, мы бы наблюдали нечто понятие на это, но лучше говорить о смысле, потому что само понятие указывает на язык. Надо было бы говорить о том, что соответствует понятию в опыте. Понятие в опыте соответствует некого рода смыслу. В самом опыте есть некие смыслы. Если бы существовало интеллектуальное созерцание, мы могли бы созерцать некие смыслы, и тем самым из этих смыслов возникали бы эмпирические понятия. Эмпирические понятия. То, как об этом, в частности, рассуждает эмпиризм. Эмпиризм же так и говорит, что все из опыта. А каким образом из опыта? В опыте есть смыслы. Эти смыслы обобщаются и абстрагируются в виде эмпирических понятий. Допустим, в опыте есть определенного рода длины, определенного рода количественные соотношения. Мы можем это все обобщить в категорию количества. И тем самым количество можно считать, что это нечто обобщенное, являющееся эмпирическим понятием. И так по любому, по другому понятию. В опыте есть определенного рода качество. Допустим, в опыте есть красное, синее, желтое и так далее. Мы можем обобщить это как цвет. И тем самым цвет является эмпирическим понятием. И так далее. И каждый раз мы будем говорить о том, что всякое понятие будет оказываться эмпирическим. Поскольку, если существует интеллектуальное созрисание, то будет трудно понять на самом деле, всякий раз, вот данное конкретное понятие является эмпирическим или оно все-таки априорным. Иначе говоря, Кант должен был бы, если бы это интеллектуальное созрисание существовало, поставить вопрос о различии эмпирических понятий и чистых понятий. Ну или априорный. Но дело в том, что когда мы говорим о понятиях, то характеристика априорный и чистый – это одна и та же характеристика. Различия априорного и чистого существуют только для суждения. Только суждения могут быть априорными, но не чистыми. А понятия и созрисание, они всегда, если априорные, то чистые, если чистые, то априорные. То есть это для них является синонимом. То есть на уровне понятий и созрисаний априорные и чистые представляют собой синонимы. Их невозможно различить. А еще раз говорю, различить это можно только на уровне суждений. То есть на уровне суждений суждение может быть априорным, но не является чистым, потому что в него включено нечто от ощущений. Вот когда у нас есть, допустим, понятие тела, и мы высказываем о теле некоторое всеобщее суждение, это само суждение будет априорным, но не будет чистым, потому что само тело является эмпирическим понятием. То есть таким понятием, в котором включает в себя представление об ощущениях. Так вот, если, говорит, существует интеллектуальная интуиция, тогда надо было бы ставить проблему различия эмпирических и чистых. Понять он, Кант, эту проблему не ставит, именно в силу того, что у него такой интуиции нет. Иначе говоря, если такой интуиции нет, то значит и нет никаких эмпирических понятий. То есть они как бы невозможны. То есть отрицание эксклюктуальной интуиции отрицает возможность эмпирических понятий. Отрицает возможность этих эмпирических понятий в определенном смысле, что все наши понятия являются чистыми. Но, с другой стороны, ведь он же говорит об эмпирических понятиях. На самом деле здесь есть определенного рода проявление этого круга, который связан, кругом обоснования, который я показывал, когда говорил о созерцании. Дело в том, что если у нас критерием априорности является всеобщность и необходимость, и мы в самом опыте обнаруживаем это нечто всеобщей необходимости и утверждаем, что оно является априорным, то ведь тогда получается как? Что в самом опыте есть априорность. То есть в самом опыте присутствует всеобщность. Тогда получается, что эмпирические понятия, о которых говорит Кант, они эмпирические понятия только в том смысле, что они произошли из опыта. Но они произошли из той части опыта, которая сама по себе является априорным. Вот, допустим, возьмем это пресловутое понятие тела. Оно является эмпирическим, согласно самому Канту. Кант об этом сам говорит, что оно произошло из опыта. Но оно произошло из какой части опыта? Что такое тело? Тело – это некое понятие, связанное с пространством. А само пространство представляет собой априорную форму чувств. То есть, иначе говоря, тело, как понятие, является, конечно, эмпирическим, но эмпирическим из той части опыта, которая сама является априорным. То есть, иначе говоря, как бы в общем смысле понятие тела точно так же априорно. Вообще говоря, согласно Канту, получается, что, хотя и по изначальной постановке вопроса он должен был бы всегда говорить о том, что есть эмпирические понятия, и что есть априорные понятия, и он должен был бы их различать и постоянно обсуждать критерии их различия. Но в силу того, что всякое понятие является всеобщим и необходимым, ну, как в силу того, что это понятие, и по самому критерию априорности оно будет всякий раз попадать в априорные. То есть, на самом деле, понятие эмпирическое просто негде не может найти себе место. То есть, всякое понятие в силу самого критерия, неважно от какого происхождения оно является ли оно из опыта, или оно имеет внутренний источник, в силу самого статуса понятия оно становится априорным по самому критерию априорности, который представляет собой необходимостью всеобщности. Иначе получается, несмотря на то, что Кант вроде бы должен был бы, исходя из задачи Юма, ставить вопрос о том, что часть понятий является эмпирическими, а часть априорными, у него получается, что все понятия априорны. Все понятия являются чистыми. Вот это существенный вывод из позиции самого Канта. И связан он, опять же, с тем, с нашим критерием. Критерием априорности, который представляет собой, как я уже говорил, всеобщность и необходимость. И или, да, надо писать. И или. Сам Кант именно так формулирует. Теперь получается, что благодаря этому критерию все понятия оказываются априорными. И это, опять же, своего рода проблема, с которой должна была бы справиться философия Канта. Она как бы... Эта проблема точно так же, как и проблема необоснованности самого критерия изначально, она как бы уходит в тень. И получается опять возникает вторая аксиума, которая связана с тем, что никаких на самом деле эмпирических понятий нет. Да, что все понятия изначально, как бы, априорны. Хотя речь и идет об эмпирических понятиях, но их эмпиричность основана на той части опытов, который сам является априорным, как я показывал. Теперь, обсуждая дальше рассудок, возникает новая проблема у Канта. Этой проблемы нет у эмпиристов, поскольку эмпиристы говорят о том, что наши понятия имеют опытное происхождение. Действительно, если понятия произошли из опыта, то они могут быть применены к опыту, ну, в силу происхождения. То есть вот я начинал с того, что надо различать, да, что надо различать происхождение понятий и их применимость. Для эмпиристов этого различия несущественно, поскольку у эмпиристов понятия происходят из опыта, и поэтому по самому происхождению применимо к опыту. Для Канта это различие существенно, потому что понятие теперь происходит и это из другого источника, да, из то, что он называет априорным. И поэтому теперь нужно озадачиваться вопросом, а каким образом вот эти субъективные понятия, которые имеют субъективное происхождение, да, применимы к опыту, то есть каким образом они имеют объективное применение. То тут разница, да, субъективное происхождение, объективное применение. Тут нет противоречия, да, надо понимать, что речь идет о том, что понятия могут иметь субъективное происхождение, но, тем не менее, иметь объективное применение. Но для того, чтобы говорить об объективном применении понятий, необходимо теперь это доказать. И вот теперь у Канта возникает проблема, которую он сам называет дедукцией категории. Почему речь идет о категории? Потому что в критике с чистого разума Кант еще стоит на позиции юмовской, что часть понятий имперична, а часть понятий априорна. То есть на самом деле вот эта предпосылка, она как бы существует, но реально в самой, как я уже показывал, в самой изначальной постановке вопроса, а именно исходя из критерия априорности, все понятия, поскольку любое понятие является всеобщим, все понятия являются априорными. То есть Кант мог бы говорить о дедукции вообще любых понятий, потому что любые понятия являются чистыми, любые понятия являются априорными. Ну Кант говорит о дедукции категории, потому что по крайней мере категории ясно, что категории больше всего претендуют на априорность. Ну действительно, даже если взять 10 категорий Аристотеля, то категории количества, качества и прочее, там большая степень, они являются наиболее общими понятиями, они в большей степени, если мы вообще можем говорить о понятиях как в чем-то априорном, в большей степени претендует на это звание, на это значение. Так вот, дедукция категории нужна для того, чтобы объяснить, каким образом категории, изначально имеющие происхождение из внутреннего, из мышления, из чистоты мышления, применимы к опыту. То есть получается, здесь вот есть некое существенное разграничение, есть созерцание. Ну, давайте говорить об опыте, опыт созерцания, да? А есть понятия, а есть категория. Вот категория имеет внутренний, чистый источник. Чистый. А опыт, он, ну, как просто исходя из самого понятия, что такое, как бы апостериорный, да? То есть он опытный. Ну, просто опыт, его опыт есть опыт, я уже масломасленно начинаю говорить. Каким образом могут соотноситься вот такие вещи, да? Ведь изначально совсем не обязательно, что имеющие внутреннее происхождение категории могут быть применены, то есть могут быть применены к опыту, да? Могут иметь объективное применение. Нужно это доказывать. Вот это доказательство, это применение и называется дедукцией категории. В чем состоит, собственно, доказательство? Все равно простое, там сказано очень много, всякворда, применено очень много терминов, но на самом деле суть очень простая. Речь идет о том, что для того, чтобы категории могли быть применены к опыту, необходимо некое общее основание. Должно быть общее основание, на котором можно было бы опыт созерцания и категории сочленить. Вот общее основание должно быть. Ну, это простое рассуждение. Оно связано с тем, что вообще для того, чтобы соотнести любые две сущности, необходимо общее основание. Допустим, две материальные сущности этим общим основанием являются пространство. Две мысли общим основанием являются природомышления и сознания. И так далее. То есть, нужно некоторое общее... Дело даже идет не о середе, а вот именно об общем основании. Например, каким образом... Если уже немножко отходить в сторону, каким образом могут быть соотнесены, допустим, зеленый и красный, как цвета. А вот на общем основании понятия цвета. Вот на общем основании понятия цвета они находят свое место, как бы, и соотносятся с друг другом в некотором ясном и четком понимании. Ну, здесь идет, конечно, не о понятии, не о том, что понятие выстраивается в некую иерархию рода видового отношения. Речь идет о том, что в опыте, да, для того, чтобы подвести нечто единичное, созерцание, к чему-то, что является всеобщим необходимым, нечто, что является чувственным, к тому, что представляет собой мышление, необходимое общее основание. И таким общим основанием является единство самосознания. Вот это вот единство самосознания и позволяет, на самом деле, категории применить к опыту. Почему? Потому что и опыт, и категории должны сообразоваться с этим единством самосознания. Что такое единство самосознания? Ну, если говорить просто, дело в том, что наше сознание, оно просто, исходя из самого опыта, представляет собой нечто, сохраняющееся в опыте, нечто, как бы, что сохраняет себя в многообразии. Вот когда мы писали вот это вот наше соотношение субъекта и объекта, да, то ведь речь шла о том, что вот этот субъект, он не представляет собой точку какую-то, да, как вот рассуждает об этом феноменологии духа Гигель. Он говорит о том, что вот чувственные достоверности и объект являются точкой, и субъект являются точкой, да, как бы, и все там у него течет, и все у него разбивается согласно представлениям с 10 и 5, да, как бы, все у него там точечно, и вообще единичность, он понимает, как единичность точки в пространстве точек. А на самом деле субъект представляет собой нечто само себе равное, нечто протяженное, да, нечто, что самосохраняется. На самом деле вот это самосохранение субъекта есть то, что называется единственным самосознанием. Что такое единственное самосознание? Это означает, что я сохраняюсь, независимо от того, что вот есть на другой стороне некое многообразие, у меня есть некий внутренний источник моего, мое равенство самому себе, да, то есть вот субъект равен субъекту. Вот это вот внутреннее самосохранение, это и есть то, что называется единственным самосознанием. Ну, или тут можно было бы написать, если потом следовать Фихте, я равно я. Именно как бы потом, позже, Фихте именно в этом отношении будет развивать дальше философию Канта, да, он будет как бы опираться вот на это изначальное единственное самосознание, то есть я равно я. Это как бы вот будет выражать, это, собственно, вот простой формулей выражает то, что представляется бы единственное самосознание. Но мы до Фихты еще дойдем. Так вот, если я равно я, и я сохраняюсь, как бы представьте, вот есть некое многообразие, да, оно вокруг меня. Но я опираюсь на некое внутреннее, да, и в этом внутреннем остаюсь равным самому себе. То есть я являюсь тем, той самой точкой отчета всего, что меня окружает в любого моего опыта, да. И если я являюсь такой точкой отчета, если я самосохраняюсь в опыте, то как бы, то на самом деле получается, что вот я есть некое родо живое понятие. Об этом потом будет говорить много Гегель, да, что вот на самом деле я равно я, это своего рода живое понятие, потому что, что такое понятие? Понятие это нечто, как мы говорили, всеобщее, да. Что вот априорность, это вот критерий, критерий априорности является всеобщественной необходимостью. То есть о сохранении я равно я, оно и есть пример вот такой живой всеобщести. То есть я, когда самосохраняюсь внутри себя, причем это осуществляю, это есть некий опыт, да, нечто, что я совершаю реально. Не некоторого рода высказывание о том, что происходит, а некоторого рода реально проживаю мною опыт, независимо от того, знаю я об этом или не знаю, да. То есть я постоянно самосохраняюсь. И вот из-за того, что я постоянно самосохраняюсь, на самом деле, то все остальное должно, из-за того, что сам субъект самосохраняется, все остальное должно приводиться к этому единству, меня. То есть вот единство, это и означает, что я самосохраняюсь. Иначе говоря, если это в каком-то образе пояснить, то можно сказать следующее, что если я равен самому себе и во многообразии, Дело не только в том, что я во времени равен самому себе. Для Канта так говорить нельзя, потому что время само является формой чувства. Для Канта она говорит о том, что я в многообразии. Вот если я в многообразии равен самому себе, и не теряюсь в этом многообразии, не растворяюсь в нем, не увлекаюсь в захваченности, не пропадаю, допустим, одно-другое впечатление сменяется, и вместе с впечатлением исчезает и само я. Нет, я не исчезает, оно остается равным самому себе, независимо от того, что меняется впечатление. И вот это вот, поскольку я остаюсь равным самому себе, а опыт есть мой опыт, то все должно сообразоваться с этим, весь опыт должен сообразоваться, исходя из этого Капернянского переворота, как мы говорили, должен сообразоваться с этим равенством самому себе, с этим равенством я самому себе. Иначе говоря, с одной стороны, этому равенству должно сообразоваться то, что связано с созерцанием, а с другой стороны, должно сообразоваться то, что связано у нас с мышлением. Ну с мышлением-то просто, поскольку, как я сказал, что я равно я, это живое понятие, и поэтому мышление здесь легко применимо, поскольку я само себе сохраняет, и оно оказывается тождественным, и тем самым позволяет применить нечто тождественное. Это понятие тоже является тождественным, и поэтому оно применимо, может быть применено здесь. А с другой стороны, и созерцание подводится под эту тождественность, да, они тоже теперь подводятся под тождественность, и получается вот в этом единстве, да, как в среде, как в единой среде или в некого рода схеме происходит состыковка, с одной стороны, тождественности понятия, а с другой стороны, тождественности созерцания. То есть изначально созерцание сами по себе не тождественное. Созерцание – это многообразие, которое сменяет. Оно изначально чувственно, и поэтому оно постоянно течет, как говорят. Но оно в силу того, что приводится к этому единству, к «я равно я», оно приобретает тождественность. Оно приобретает тождественность в силу того, что «я равно я» берет созерцание со стороны своей тождественности. И в силу этого возможно применить к созерцанию нечто тождественности. Тождественность. Иначе говоря, к единству «я равно я», как к некой общей среде, через общую среду, лучше говорить, возникает сочленение, возникает синтез того, что приходит со стороны мышления, а именно понятия, и того, что приходит со стороны созерцания, а именно чувственных объектов. Вот так, собственно, доказывается дедусая категория. Ну, доказательство простое. Тут, собственно, как бы нет ничего особенного. И потом на это доказательство будут опираться и Фихта, и Гегель, и все другие философы. Единственное, что в этом доказательстве странно, и что сразу обращать на себя внимание, что поскольку «я равно я» безотносительно к тому содержанию, какое имеет понятие, а понятия, более того, понятия у Гегеля и не имеют никакого содержания, потому что все содержание они получают из созерцания, то непонятно, почему понятий много. Вот, казалось бы, ведь в дедукции категории в данном случае доказано только то, что тождественность как понятие может быть применено к созерцанию. Что само созерцание должно иметь внутри себя нечто тождественное, поскольку оно приводится к опыту «я равно я», потому что оно должно с ним сообразовываться, поскольку вообще все должно сообразовываться с единственным самосознанием. То есть единственным «я равно я». То есть Канн фактически доказал только то, что тождественность применима к созерцанию. Но почему вот эта тождественность разворачивается в многообразии понятий? Почему понятие не одно? И вот с этим вопросом, да, почему понятие не одно, как раз возникнет проблематика, одна из проблематик, связанная с выходом на Гегеля. Дело в том, что Гегель говорит, что основная проблема Канта состоит в том, что понятие у Канта пусты. Гегель говорит, что вообще говоря, он не хочет рассматривать вопрос истинности в себе и для себя. То есть в терминологии Гегеля это означает, что он не хочет рассматривать вопрос понятий со стороны их содержательности. Ведь если понятий много, то понятия образуют некоторого рода контекст, да, сетку понятий, и каждое понятие образует контекстуальное содержание. То есть на самом деле получается понятия сами по себе не пусты. И вот этот изначальный тезис как бы о том, что понятие исчерпает свою содержательность только из созерцаний, он оказывается неточным, да, по крайней мере неточным. То есть он оказывается поставленным под вопрос. Именно так этот вопрос ставит Гегель. Почему он этот вопрос ставит? Потому что то, что понятия пусты, будут означать дальше трансцендентальной диалектики, да, когда речь зайдет о разуме, что, ну, пустые понятия в разуме и дают пустоту. Если понятия изначально пусты, и они не могут существовать, они не обладают никакой внутренней содержательности, да, и всю содержательность получают из созерцаний, то это означает, что они и в чистоте своей не могут быть никак применены. То есть сама постановка вопроса о разуме, да, о его невозможности получать новые знания, о невозможности синтетических суждений априори, в метафизическом смысле, да, в смысле как бы развития метафизики, она базируется именно на том, что понятия изначально пусты. И вот критику Канта с этой стороны Гегеля развивает следующим образом, что понятия не пустые, да, что они имеют внутреннюю некую содержательность, то есть истинность внутри, как бы в себе и для себя, и что развивая эту истинность, да, можно добиться вот некоторого рода логики, да, или то, что называется логического, да, и это логическое в своей разветвленности будет представлять то, что называется истина. Причем, как бы, и это будет означать, как бы, что раз понятия внутри себя имеют содержательность, что они могут быть применены в своей чистоте, то есть и разум может в своей чистоте развиваться, да, опираясь на содержательность самих понятий, то есть обязательно содержать на данный случай категории, да, веще всего о категориях, прежде всего. То есть и отсюда развивается вот вся вот диалетическая логика, или лучше говоря, спекулятивная логика, которую говорит Кант, ой, которую говорит Гегель. То есть вот здесь выход на Гегеля, да. Но у Канта проблематика другая, у Канта получается, что фактически Кант дедукция категории доказал только, что категория одна. А откуда он взял много категорий? Ну, откуда взял? Ну, вот, типа, обнаружил в логике, да, вот он усмотрел, что суждение, видов суждения является определенного количества. Каждому суждению соответствует свое понятие. Тем самым, как бы, категория ровно столько, сколько видов суждения. То есть своего рода, как бы, вот, некоторого рода эмпирическое высказание, да, то есть оно никак не доказывается. Он как бы усматривает просто из каких-то там, из каких-то внешних отношений к философии, что вот категории должно быть много, и все. Сама дедукция категории никак нам это не показывает, что категории может быть много. Дедукция только указывает на то, что тождественность, да, вот она должна быть применяема к созерцанию, и может быть применяема к созерцанию. Из этого следует, конечно, что если бы категории было много, а каждая категория представляет собой тождественность, то она могла бы быть применима к созерцанию. Но как доказать, что категории много? То есть из самого, еще раз говорю, доказательства дедукции категории не следует, что категории много. На эту особенность обратил внимание Фихта, и за это, кстати, Фихта получил много лестных слов от Гегеля. Фихта как раз решил обосновать и вывести все категории из этого единства. То есть Фихта поставил вопрос о том, что категории у Канта как бы находятся, шел по дороге и нашел, а на самом деле их надо вывести. А вывести их можно из этого изначального единственного самосознания. Но единственное самосознание – я равно я, и, собственно, свое наукоучение Фихта так и развивает. Исходя из того, что я сначала полагает саму себя, то есть я равно я, потом я полагает не я, то есть некое отличие от себя и так далее. То есть он развивает, ты пытайся развивать все содержание философии, критической философии его понимания. Ну, наукоучение, потому что философия должна обосновывать науку, исходя вот из этого единства самосознания. То есть он недовольствуется тем, что категории как бы можно преднайти. Из-за этого очень сильно Фихта хвалит Гегель. Гегель точно так же, да, пытается выводить категории, выводить из неких первичных интуиций, ну, в частности, из единства самосознания. Как я говорил, что я равно я – это есть не что иное, как живое понятие. То самое понятие, о котором Гегель говорит, что оно является саморазвивающимся понятием, да. То есть никакое другое понятие не может развиваться, кроме я, потому что я является нечто живым, и его равенство есть некое каждый раз обретаемое равенство, да. Ведь мы на самом деле в опыте «я равно я» – это нечто, что каждый раз приводится. На каждом новом витке мы каждый раз приводим равенство самому себе, ну, есть некое первичное равенство, да, первичное равенство в смысле бытия. А есть некое вторичное равенство, оно связано уже с содержательностью, да, и каждый раз это равенство содержательно, оно должно быть достигнуто. И вот путем достижения каждый раз на новом уровне этого равенства возникает вот это вот самодвижение понятий, то, что Гегель рассматривает как, собственно, движение понятий. И вообще говоря, вот это вот движение понятия с большой буквы «понятия», оно и достигает абсолютной идеи, да. Собственно, вот это вот единственное самосознание, оно и восходит, как бы, к единству логического, да, к единству абсолютной идеи. Ну, и понятно, на самом деле, как бы, я уже даже несколько слов про это сказал, переходя, если сейчас переходить к разуму, да, к трансцендентальной диалектике, как называют, последнюю часть критики «Кант», там Кант показывает, на самом деле, что есть метафизические идеи, это идея субъекта, ну, давайте тоже немножко скажем несколько слов, и от трансцендентальной диалектики. В трансцендентальной диалектике Кант показывает, что, собственно, метафизика, в том смысле, как она ставилась в начале критических разума, а именно как некоторого рода чистое движение внутри разума, да, вот как приращение знания, исходя из самих возможностей самого разума, да, в чистоте разума, что такая метафизика невозможна, что она запутывается в диалектических иллюзиях. Ну, и для того, чтобы это обосновать, он говорит о том, что вот существует три безусловных идеи, это идея субъекта, идея мира как целая, идея абсолюта. И, собственно, требуется обосновать, что вот такие вот, такого рода безусловные объекты, которые не имеют опору в опыте, могут быть рассмотрены исходя из чистоты разума. Ну, поскольку у разума нет никаких, поскольку разум, вообще говоря, по своей природе представляет собой чистый рассудок, да, и у разума нет никаких других средств, кроме категорий, то он может пытаться только применять категории вот к этим объектам. И, применяя категории, разум здесь запутывается в паралогизмах, о антиномиях, ну, и в идеале без реальности. Иначе говоря, Кан доказывает, что разум в своей чистоте, он не может быть и конститутивен, то есть он не может на самом деле достигать нового знания. Все, что он может, это вот, он может сформировать внутри себя некого рода принципы, да, организации и рассудка. Он только может быть регулятивен. На самом деле, я уже, Гегель, критикую Канта, обратил внимание, что вот с первой категории субъектом, здесь это есть определенного рода странность, да, Канта утверждает, что субъект представляет собой душа, наша душа представляет собой вещь в себе, и она недоступна, да, точно так же, как недоступны вещи сами по себе во внешнем опыте, в ощущениях. И это представляет собой странно. Странность, поскольку, когда Канта объясняет, что когда мы пытаемся обосновать вот некоторого субъекта, мы используем категории и совершаем вот логические ошибки. А ведь это странно, потому что, когда мы применяем категории по отношению к субъекту, то ведь это ведь точно так же своего рода некий внутренний опыт. И если мы к внешнему опыту имеем право применять категории, доказали их в дедукции, почему мы не можем применить категории в отношении внутреннего опыта? То есть, о том, что субъект нам никак не доступен, что представляет собой вещь в себе, это вот позиция очень странная. Гигель ее сразу отметает, потому что представления Канта, здесь они противоречат исходной позиции. Ведь исходная позиция обосновывала возможность применения категории к опыту. Но Кант почему-то внешний опыт, тот опыт, который дан нам в ощущениях, и внутренний опыт. Внутренний опыт не рассматривает качество опыта. То есть, для него внутренний опыт не представляет собой опытом. И поэтому и категории здесь не имеют свое применение. Хотя казалось бы, что внутренний опыт точно такой же опыт, как и внешний. Но вот Кант этот опыт, опыт внутренний, опыт внешний, различает, точнее, правильно так надо было сказать, что для него существует только внешний опыт. То есть, для него то, что мы называем внешним опытом, опытом ощущений, и называется это, собственно, опытом. И в нем категории только имеют право применения. А вот внутри, в внутренней жизни, которую мы тоже привыкли называть опытом и благодаря в частности и гегель и и дикат об этом говорит что это был своего рода опыт почему-то в этом опыте мы почему-то категории не может помнить что странно про антиномии гегель здесь интересным образом переформулирует саму проблематику да он говорит о том что что и что действительно разум запутывается в своего рода в антиномии но это является не проблемой разума да это не является возражением возможности разума это на самом деле является его природой почему это является его природой потому что вы согласно канту понятие внутри себя пусты для понять и понятие получает свою содержательность созерцать а возможно стать поэтому как не допускал внутренних созерцания именно поэтому внутренний опыт он считал что в отношении его не может быть применены категории то что не существует такого вещи как внутреннее созерцание может быть в этом проблема это надо подумать но если возвращаться к антиномии гегель говорит что действительно в силу того что понятие не пусты как я уже указывал до понятия имеют содержание содержание чтобы это содержание удержать гегель говорит что нужно вот система до что философия что истинная философия должна всегда быть системы что только система может удержать истину только система действительно дает именно содержание понять при каждой понятия определяет через другие понятия в контексте так вот как я пос thief понятя да каждое понятие имеет свое место определенное до этим самым определяется в отношении других понятий тэсков понять или содержание они может быть в определенном рода отношений, сталкиваются в антиномиях, но тем не менее, поскольку они имеют содержание, возможно, такая вещь, как спекулятивная логика, возможно, такое движение, которое является чисто логическим движением, движением понятия. И в полотне своей это движение как раз и обосновывает третью проблематику, связанную с Богом. Ведь действительно невозможно Бога обосновать, исходя из представления о Боге как своего рода конечник какой-то вещи. Бог представляет собой некое предельное сущее, и поэтому требует указания на это предельное сущее. А предельным сущим в представлении Гегеля представляет собой вся система в целом. То есть вся система в целом, то, что представляет собой идеи, то, что представляет структуру науку-логики, вот ее логическую схему, это и представляет собой Бог. То есть в каком-то отношении Гегель как раз вот эти, эту идею он считает, что Кант необоснованно игнорирует возможность внутреннего опыта, он ее отрицает, а эти две идеи он развивает в том отношении, что с одной стороны он указывает, что разум внутри себя диалектичен, то есть запутывается в актиномиях, и для него это просто природа разума, разум диалектичен. Ну и как бы доказывает Бога невозможно, исходя из некоторого рода конечных представлений, для этого нужно перейти вот в нечто бесконечное, в некого рода тотальность, да, тотальность мышления как целого, да, она указывает на Бога. Здесь еще как бы важно заметить, если говорить так в дальнейшем, в критике практического разума, здесь Кант говорил о том, что невозможно доказать существование Бога, а в критике практического разума на самом деле получается так, что если здесь разум не был конститутивен, то он там становится конститутивным, то есть там он дает закон воли, то есть там разум может полагать себе реальность. Для этого необходимо, чтобы порядок свободы, то есть что такое положить себе закон, положить себе моральный закон, да, положить себе некоторого рода реальность. Это означает, что разум является конститутивным, но он конститутивен только в практическом смысле, но тем не менее эта возможность конститутивности требует, вот чтобы порядок свободы, да, сообразовался с порядком природы. Природа, она закономерна, там свобода невозможна, поэтому требуется некоторое родное существо высшее абсолютное, да, которое бы могла бы согласовать порядок свободы и порядок природы, то есть порядок детерминистичности в некотором роде гармонии. И для того, чтобы эта гармония могла состояться, требуется вот бесконечность совершенствования, да, бесконечность бессмертия души. То есть, иначе говоря, получается, что критика практического разума, она в каком-то отношении противоречит исходным установкам критики теоретического разума. И опять же на этом сыграет фихта. Фихта вообще сразу начнет с положения, что я полагает я, иначе говоря, у него я не будет расколота на практическое и теоретическое, а я сразу станет влевым. То есть, оно станет сразу полагающим, да. И на самом деле это действительно существенного рода приращение и правильное развитие логики самого Канта. То, что Канта получается странно, потому что теоретическое я, оно оказывается вот таким каким-то зависимым от опыта, да, оно полностью как бы пасует в невозможности никакой метафизики. А практическое я фактически оказывается, конституирует собственно свою метафизику, но только метафизику практическую. Так вот, если соединить эти две позиции, получается, что я, волевое я, может конституировать метафизику, и разум оказывается в своей власти, да, то есть он может на самом деле развиваться как и из самого себя в своей чистоте получать некую содержательность. Ну, отсюда дальше будет двигаться Гегель, это понятно. И третья критика, критика способности суждения, она еще более усуглубит противоречивость изначального подхода Канта, потому что Кант вдруг обнаружит, на самом деле, что созерцание произведений искусства и органической жизни мы наблюдаем как бы вот существование понятий самих по себе, да. То есть что означает, что произведение искусства таким понятием, которое существует само по себе, это является красота, целесообразность без цели, да. А в органической жизни таким понятием выступает целесообразность самих живых существ. И эту целесообразность, да, целесообразность – это некое понятие, даем не мы, то есть она существует в самом как бы мире. То есть мы можем усматривать, получается, в самом мире нечто, некие смыслы, да, вот некого, которые соответствуют существованию их в самом мире, да. Не мы и дали миру, не мы, это не является нашим некоторым формами, которыми мы придаем миру, да. А это является способом, каким сам по себе, само по себе в ней нечто существует в опыте. Получается, что если додумывать эту логию Куканта, что в критике способности суждения вообще возможна получаться интеллектуальная интуиция. То есть в созерцании органической жизни, в созерцании произведения искусства мы на самом деле добиваемся такой возможности, как интеллектуальная интуиция. А полагание возможности интеллектуальной интуиции, оно разрушает изначальную постановку трансцендентального вопроса, поскольку, как бы, тем самым, если есть интеллектуальная интуиция, значит, есть эмпирические понятия, буквально в смысле эмпирические. не такие эмпирических кавычках которые получены из априорной части нашел по тактических буквально смысле на которые усматриваются при путем прямого усмотрения усматриваются в самом опыте но это означает на самом деле что это как следовало бы переформулировать саму изначальную задачу потому что понять это должны были бары раздробиться на два больших класса понятия которые являются чистые перечислим которые получили опыт и понятие которые являются чистыми которые являются априорным и совсем как бы по-другому тогда надо переформулировать было бы все остальные тезис но это как бы уже видимо лежит за пределами возможности философии канта и теперь как бы если вот резюмировать критику которую я пытался продемонстрировать да собственно речь шла не о том чтобы показать некоторую как если можно такой за ошибочность и философствование канта скорее решила о том что есть определенную внутренние проблемы внутренней внутренней логики самого канта которые у него не разрешены ну первой проблемой как я показал что в сам критерий априорности он не является обоснованным да он как бы взят как некая аксиома в силу того что после того как он был переформулирован и обобщен на понятие и существование он перестал иметь значение да и превратился в нечто как бы бессмысленное ну и по фактически как бы он просто нечто принятое наверно нечто что не имеет своего обоснования это первое из этого критерия следует и проблемы связаны с тем что пространство и время становится форме чувства субъективными ну и и и все понятия становятся друг априорными да что вот класс понятий и перечиски который должен был бы существовать из-за исходя из изначально постановка вопроса юка то это изначально вопрос основа вопроса есть он ведь говорит о теле как неком эпирическом понятии то есть все понятия друг сразу становится априорными что на существует это вот первая проблема второе проблема связано с тем что понятие они являются пустыми да что понятие требует обязательно созерцания для того чтобы иметь свою содержательность это на самом деле не так это показывает и в есть приедет но собственно тут как бы не о чем говорить тоже сей понятия много дата они есть от всех дальний отношении отсутствуют друг другом приобретая внутренние содержательность без относительно какого-либо оппода 0 а если они имеют содержатель внутреннюю, то, значит, они могут быть применены в своей чистоте, ну, что нам показывает философия Гегеля, да, собственно, и развиты, да, в некую, допустим, в систему философии. Например, в систему философии Гегеля. То есть, это вторая проблематика, связанная с Гегелем. Ну, и третья проблематика, она связана с интеллектуальной интуицией, да. То есть, Кант считает, что интеллектуальная интуиция невозможна, и причем, как бы, это последовательно с точки зрения, потому что это означает, что никаких эмпирических понятий невозможно, все понятия априорные, но это просто, как бы, другой заход на ту же самую тему, да. Если интеллектуальная интуиция невозможна, то невозможно эмпирические понятия, потому что эмпирические понятия образуются путем интеллектуальной интуиции больше никак. То есть, что означает, что понятие эмпирическое? Это значит, что я могу усмотреть в опыте, да, нечто, как бы, а потом его абстрагировать, как бы, и тем самым, то есть, как бы, я могу в опыте усматривать некого рода смысл, да, и потом получать из этого смысла понятие. Если такая эмпирическая интуиция невозможна, то все понятия чистые. Но, тем не менее, сам Кант, получается, в конце своего философствования допускает возможность такой интуиции. То есть, по крайней мере, наблюдая органические тела, и наблюдая произведение искусства, он признается с тем, что здесь мы, как бы, в некотором отношении усматриваем нечто похожее на интеллектуальную интуицию. То есть, Кант, конечно, такие выводы последние не делает, но, тем не менее, из его интуиции, связанной с критикой способностей суждения, можно сделать такие последние выводы. Ну и, наконец, у Канта есть разрыв между «я» теоретическим, «я» практическим, и получается, что «я» теоретическое, оно как бы является каким-то ограниченным «я», который не допускает ни существования Бога, не может, как бы, конституировать в своей чистоте никакие реальности. И, тем не менее, в практическом смысле, как воля, тем не менее, «я» может положить себе закон. И вот этот вот разрыв, как бы, Фихте решает в том отношении, что «я» изначально является чем-то единым, единым и в теоретическом отношении, и в практическом. То есть «я» одновременно является единством в самосознании, как сам Кант признается, но единство в самосознании только с точки зрения теоретического состояния, но единство в самосознании для любого отношения. То есть оно является единством в самосознании, в том числе и в отношении единства своего теоретического и практического отношения. То есть и в теоретическом и практическом отношении выступает одно и то же Я, оно просто является одним, оно является единственным в своем сознании, и оно выступает одновременно и как теоретическое Я, и как волю. И это означает, в частности, как показывает Фихта, что возможно на основании этого полагающего Я выводить категории, не просто их усматривать, исходя из некоторого рода империи. Вот есть некое империческое представление на категории, которые преднаходятся в логике, исходя из того, сколько видов суждений мы усматриваем. И потом, исходя из этого, можно было бы вывести, сколько существует категории. А Фихта говорит, что не так надо поступать, а надо категорию выводить из начального единства самосознания. Ну, с этим же согласен точно так же и Гегель. Гегель точно так же выводит в своей логике, в науке логики в частности. Все свои категории.